Как вы думаете, что это? Вы не поверите, но вы смотрите на кусок жевательной резинки возрастом 132 года. Его нашли в капсуле времени. Оказывается, наши предки оставили немало подобных сообщений. Хотите взглянуть на них? Тогда сегодня мы покажем вам несколько необычных артефактов из прошлого. Здравствуйте, дорогие Хочу Знайки, с вами канал Хочу Знать. Капсула времени возрастом 5000 лет. Термин «капсула времени» вошел в обиход около 1937 года, хотя подобные послания потомкам люди оставлялись с давних пор. Самый длинный срок хранения имеет бомба времени, заложенная в Нью-Йорке во время подготовки к всемирной ярмарке 1939 года. Она зарытая на глубине около 15 метров в парке Флашинг-Медоуз с предписанием вскрыть через 5000 лет. Внутри 363-килограммовой капсулы, состоящей из меди, хрома и серебра, спрятаны 75 видов тканей, металлов, пластмаст, семена, книги, документальный фильм, энциклопедия на микрофильмах, а также повседневные вещи, кукла, женская шляпа, курительная трубка, катушка ниток и многое другое. Капсула времени из Новороссийска. Всегда хотелось знать, как будут жить наши потомки, сохранят ли память о нас, что будут думать о нашем времени. Именно с такими мыслями, закладывались капсулы времени. Послания тем, кто будет жить после. Письма тщательно упаковывались, стеклянные и металлические контейнеры замуровывались в стены или рядом с памятниками, сохраняли в земле и даже опускали под воду. Не все послания сохранились, но те, что остались, передают нам наказы и пожелания о тех, кто жил до нас. К столетнему юбилею Октябрьской революции были открыты сотни таких капсул времени по всей бывшей стране Советов. В Новороссийской бухте в 1967 году к подножию Суджукского маяка был опущен контейнер с наказом вскрыть его в 2017. Вместилище для сохранности даже замуровали в бетонную плиту. Конечно, там были рассказы и стихи. Детские рисунки и пожелания. Много детских писем. Немного наивных, но каких светлых. Дети были уверены, коммунизм будет уже построен, можно будет есть мороженого сколько угодно, а вместо учителей в школе будут терпеливые роботы. Коробка возрастом 100 лет Историк Ник Яблон в присутствии членов исторического общества Нью-Йорка вскрыл капсулу времени, которая была заложена в голову статуи позолоченного льва, украшающего здание бостонского Старого Капитолия. Внутри оказались документы, принадлежавшие бизнесменам начала века, старые письма, фотографии и буклеты, а также газеты. Из этих документов можно понять, какие темы интересовали американскую деловую элиту в те годы. Бейсбол, торговля специями, байбыков и многое другое. Послание потомков было оставлено в 1914 году Ассоциацией предпринимателей с Уолл-стрит. Предполагалось, что капсулу вскроют в 1974. Именно эта дата указана на бронзовой коробке. Однако о послании внутри льва потомки благополучно забыли. Оно было обнаружено случайно в конце сентября этого года в ходе реконструкции. Капсула времени из 1967 года. Недавно в новосибирском ДК Попово вскрыли капсулу времени, заложенную в 1967 году. Обращение к потомкам, которая 50 лет пролежала в стене вестибюля ДК, подписали 4 ноября 1967 года на торжественном пленуме райкома КПСС и сессии исполкома Совета депутатов трудящихся Октябрьского района Новосибирска. Текст обращения написан на трех страницах. Вот отрывки из письма. Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день – столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы знаем, наше время интересно, ваше еще интереснее. Мы строим коммунизм. Вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе. Что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия. И ваши корабли давно уже бороздят галактику. Мы верим в дело, которое начали пятьдесят лет тому назад наши отцы и деды, и которое продолжаем мы. Вы доведете до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки. Капсула времени из 1892 года. А это находка из Массачусетского технологического института. Студенты института приняли решение захоронить капсулу в 1957 году и оставили внутри нее записку о том, что капсулу нельзя вскрывать вплоть до 2957 года. Команда строителей нечаянно выкопала ее в 2015 году. И хотя они не хотели капсулу вскрывать, случайно взломали боковую стенку. И из-за этого строителям пришлось посмотреть, что находится внутри. А там хранились как обычные предметы – вырезки из газет, студенческая кружка, старые монетки, так и более интересные вещицы 1950-х годов. К примеру, маленький флакончик с пенициллином. Послание Альберта Эйнштейна Во время проведения Всемирной выставки, которая проходила в 1939 году в городе Нью-Йорке, была захоронена одна из двух важных капсул того времени. Их закапывали с намерением не открывать на протяжении 5000 лет. В одну из капсул положили общие статьи на самые важные в то время темы, очерки о микрофильмах, а также письмо, написанное Альбертом Эйнштейном, которое он адресовал народу будущего. Самое потрясающее и необъяснимое в нем то, что послание будто бы написано сегодняшним днем. Знаменитый ученый написал, что люди будущего смогут без проблем отправлять друг другу сообщения и делиться новостями. Также он предрек то, что грядущее поколение будет жить в постоянном страхе перед нестабильной экономикой. Послание в бутылке Жительница Австралии Тони Илман посчастливилась в январе 2018 года найти послание в бутылке, который датируется 12 июня 1886 года. В послании на немецком языке говорилось, что бутылку с запиской бросили в океан с борта немецкого исследовательского судна «Паула». Не поверив своим глазам, Тони обратилась к сотрудникам одного из местных музеев, которые после дискуссии с немецкими коллегами подтвердили подлинность записки. В архивах был найден бортовой журнал корабля, в который внесена запись о проходящем эксперименте и выброшенной в океан бутылки с запиской. Нетронутая парижская квартира, простоявшая 70 лет Капсулами времени могут быть не только сами капсулы, но и комнаты. В 1942 году, когда нацисты вторглись в Париж, драматург Соланж Бажерон покинула город. Несмотря на то, что женщина оставила квартиру, она продолжала платить за аренду до своей смерти в возрасте 91 года, хотя в старое жилье никогда не возвращалось, и квартира стояла закрытой. История выглядит довольно драматично, и она могла бы стать сюжетом для кино. Съемки, впрочем, можно было бы проводить там же, среди роскошной мебели и дорогих картин, оставшихся нетронутыми. Квартиру открыли только в 2010 году, найдя множество ценных артефактов, включая портрет работы Джованни Бальдини. Его продали на аукционе за 3 миллиона евро – 275 миллионов рублей, что стало рекордом для художника. В квартире нашли и другие картины известных художников, богато украшенную мебель, пианино, фонограф и многое другое. Каким-то образом все это пережило Вторую мировую войну без единой царапины. Комната солдата Первой мировой В одном из домов во Франции в течение 102 лет простояла нетронутая комната солдата Первой мировой. Она принадлежала Юберу Реширо, лейтенанту драгунского полка. Юбер погиб в 1918 году во Фландрии. Тогда родители решили законсервировать комнату и заложили вход в нее кирпичами. Незадолго до начала Второй мировой родители Юбера уехали из города и продали дом французскому генералу Эжену Бриду с условием, что он сохранит комнату нетронутой как минимум 500 лет. Брид был пособником немецкой армии. После войны он бежал в Испанию, а его имущество, в том числе и дом, конфисковали. В 1950-х годах дом обратно выкупила внучка Брида. До 2014 года включительно в доме жил супруг его внучки. Теперь дом вместе с комнатой Юбера Реширо принадлежит праправнучкам генерала Брида. Комнату пару лет назад размуровали и показали местным властям. Тогда же предки Брида предложили сделать из комнаты Юбера музей. Спустя 102 года в ней все осталось, как и при жизни солдата. На кровати лежит его шляпа, у стола висит форма. Теперь уже изрядно поеденные молью корешки книг на полках выцвели. Законсервированный на полвека обувной магазин С 1940-х по 1960-е один магазин модной обуви в США приносил неплохой доход местной семье. Однако был закрыт и спустя десятилетия перешел по наследству. Когда новый владелец узнал о завещании и пришел проверить, что же ему досталось, он увидел хоть и пыльный, но абсолютно нетронутый магазин с обувью на витринах и в коробках, рекламными плакатами и автоматом для проигрывания пластинок. При этом обувь оказалась в таком отличном состоянии и так стильно выглядела, что хоть снова на витрину выставляй. Правда, что делать с обувью и магазином в целом, новый владелец пока не решил, так что даже не стал раскрывать его местоположение. А может, просто до сих пор не может отойти от шока. Потайной сейф Семейная пара из американского города Феникс в ходе ремонта случайно нашла замурованный в стене сейф с деньгами. Сейф был найден во время ремонта кухни, владельцы дома и не подозревали о его существовании. Когда мы переехали, то нашли в шкафчике для лекарств код для сейфа, но тогда так и не обнаружили сейф, но я все равно сохранила код. Сам сейф выглядит, как будто ему 10-20 лет, написала американка. Внутри сейфа супруги обнаружили более 51 тысячи долларов США, 3,9 миллионов рублей. Там же оказались бутылка Бурбона 1960 года выпуска, изданная в 1977 году книга Фрица Шумахера «Руководство для растерянных» и черно-белое фото неизвестного им мужчины с надписью «Алан, у меня есть книга, которую вы должны прочитать. Я подчеркнул несколько ключевых отрывков. Ваш друг Винсент». Судя по сообщениям в соцсети, пара намерена найти таинственного Аллана и вернуть ему деньги и книгу, а Бурбон решила оставить. Пока, на этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать», смотрите другие наши видео.